К началу 1790-х годов русско-испанские отношения вполне нормализировались, а после вступления Испании в войну с Францией начались консультации по поводу заключения торгового договора и соглашения о русско-испанской границе в Северной Америке. Но этому препятствовало сближение России и Англии, с которой 7 февраля 1795 года был подписан дружеский договор. Узнав об этом, Испания 22 июля подписала Базельский мирный договор с Францией. Россия была крайне недовольна выходом Испании из коалиции и последовавшим 19 августа 1796 года Сан-Ильдефонским союзным договором, в результате которого Испания вступила в войну с Англией. Военные действия развивались для Испании крайне неудачно. Значительная часть флота была уничтожена в сражении у Сан-Висенте и английские корабли блокировали город Калис. Хоть Испания и попадала под французское влияние, но испанское правительство все равно надеялось на поддержание дружеских отношений с Россией. Российский император Павел I предложил испанскому королю разорвать союз с Францией и признать королем Франции Людовика XVIII, но Мадридский двор не мог войти на столь радикальный шаг. Мальтийский кризис Причиной русско-испанского конфликта и вступления России в войну Второй коалиции был мальтийский вопрос. В 1797 году мальтийский орден был принят под покровительство Российской империи, а после капитуляции Мальты перед флотом генерала Наполеона Бонапарта, часть рыцарей перебралась в Россию и в октябре 1798 года провозгласила Павла I великим магистром. Такой поступок хоть и не противоречил уставу ордена, но был признан нуждавшимися в союзе с Россией западными державами. Кроме Испании... Поведение мадридского двора определилось, когда в Испании узнали об условиях англо-русско-неаполитанской конвенции 29 ноября 1798 года, гласившей о планах союзной экспедиции для отвоевания острова и создания там русской военной морской базы. Карл IV отказался признать новый титул российского императора, о чем сообщил ему через поверенного в Петербурге Хоакина де Ониса. Начало войны Павел воспринял позицию Испании как личное оскорбление и 23 марта 1799 года отозвал посла в Испании Бюцова, а через несколько дней, не дожидаясь ответных действий Мадрида, повелел Онису и торговому вице-консулу Миндиаса Балю покинуть Россию. 15 июля был обнародован манифест об объявлении войны. Получив текст манифеста, Карл IV 9 сентября издал декрет об объявлении войны России, не удержавшись при этом затроллить Павла I. Текста вышеупомянутых манифестов я оставлю в описании. Разрыв между Испанией и Россией по географическому положению обоих государств, казалось бы, не мог иметь существенной важности, но вслед за этим испанский посол был выслан из Константинополя, так как Османская империя тоже примкнула к коалиции, а 18 сентября английская дипломатия, которая вероятно и подтолкнула импульсивного императора к войне с Испанией, добилась заключения русско-португальского оборонительного и наступательного союза против Испании и Франции. Поэтому соглашению Россия по первому требованию обязывалась направить в Португалию 6 тысяч сухопутных войск, а та в свою очередь послать на помощь России 5 линейных кораблей и фрегат. Другим возможным театром военных действий было северо-западное побережье Северной Америки, поэтому с целью консолидации управления российскими тихоокеанскими владениями был ускорен несколько затормозившийся процесс слияния действовавших там компаний и уже 9 июля указом Павла I было объявлено о создании единой российско-американской компании. Военная тревога. Ни Россия, ни Испания не имели на севере Тихого океана достаточных сил для военных действий, однако обе стороны всерьез опасались вражеского нападения. В декабре 1799 года или в январе 1800 года Мадрид информировал вице-короля Новой Испании, что английский посол предложил русским план совместного вторжения в Калифорнию. 20 декабря 1799 года Мигель Хосе де Ассанса предложил по причине малочисленности войск в регионе, вследствие чего их нельзя было растянуть по потенциальной линии фронта, сосредоточить сразу несколько военных кораблей в порту Акапулько. На следующий день он предупредил губернатора Калифорнии Диего де Борико о потенциальной угрозе в связи с русско-испанской войной. 8 февраля 1800 года губернатор известил начальников гарнизонов о русском нападении. Ну и Россия также принимала оборонительные меры. Из Иркутска к побережью Охотского моря был срочно переброшен полк под командованием полковника Сомова, которому поручилось разместить воинские подразделения на Камчатке, в Гижигинской крепости, Охотске и Удском остроге. В Охотский порт прибыл из Петербурга капитан Бухарин для подготовления транспорта. Весной 1800 года в гавань Годьяка прибыло американское судно «Энтерпрайз», капитан которого, Джеймс Скотт, сообщил главному правителю Русской Америки Александру Баранову, что испанцы собираются отправить военный корабль для нападения на российские поселения. Это известие оказалось сложным, но вызвало немалое беспокойство. 24 июля 1800 года Баранов сообщил руководителю русско-американской компании Ларионову, что собирается выжидать развитие событий на ситке, а склады с оружием рассчитывает укрыть в глубине острова. Итог. Вы уж меня простите, но это оказалась никакая не война, а просто подстава российского императора Павла I. В 1800 году, убедившись в предательстве союзников по коалиции, Павел выдворил из России послов Австрии и Англии и начал переговоры о союзе с Бонапартом, что повлекло и улучшение русско-испанских отношений. Объявленная, но так и не начавшаяся война была прекращена при Александре I Парижским договором 4 октября 1801 года. Поскольку состояние войны было формальным и никаких военных действий не велось, русско-испанская война так и оставалась забавным историческим курьезом. Поэтому, ребятки, всегда проверяйте информацию, которую вам доносят, а то можете прийти на стрелку, на которую вас никто и не вызывал. Ну а я надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы не разочаровались от исхода событий, и не отпишитесь от моего канала. Ну а напоследок, я хочу сказать, что я добавил 2 реквизита, по которым вы сможете мне помочь в развитии контента. Если вам хотелось мне помочь раньше, то вы сможете осуществить это. Заранее спасибо потенциальным спонсорам. Продолжение следует...